Дай почитать. Но как квалифицированный читатель смело оспорю утверждение, что написана она простым и понятным языком. Слишком много слов, повторений, блужданий в трех соснах, точнее среди четырех столпов человеческой диеты. В нее, в диету, входят блюда, которые программируют организм на здоровье, красоту и ум. Это мясо на косточке, ферментированная и пророщенная пища, внутренность и другие субпродукты, свежие, непереработанные растительные и животные продукты. Доктор Кэтрин Шинахан категорически не советует есть маргарин, салатные заправки, картофель фри, крекеры, чипсы, зерновые хлопья, соевые продукты, мягкий белый хлеб и выпечку. Под огромным запретом кукурузное, подсолнечное, соевое, хлопковое масло и масло из виноградных косточек. Нельзя употреблять в день более 100 граммов сахара, но зато нужно есть бульоны, сваренные на костях, оливковое, арахисовое, кокосовое, пальмовое и сливочное масло и сало, а также пить сырое молоко и все, что проросло, я имею в виду зерно. Она настолько убедительна, что после прочтения 450 страниц этой книги я с большой опаской стала проходить мимо витрин с подсолнечным маслом, как будто там ядовитые химикаты. Она серьезно утверждает, что жарить нужно только на сливочном масле, что маргарин отличается от пластика одной молекулой, что холестериновая теория привела к эпидемическому ухудшению здоровья, что именно сахар, а не генетические мутации, приводят к деменции, повреждают клетки мозга. Доктор Кэтрин Шинахан считает, что между едой, красотой и здоровьем есть прямая взаимосвязь. Информация, содержащаяся в пище, способна включить или выключить маркеры мутаций на нашей ДНК. А в главе «Глубокое питание» расписаны все обеды на неделю и предложены рецепты, и даже есть советы по питанию в поездках и ресторанах. Дорогие слушатели, возможно, вас заинтересует теория Кэтрин Шинахан, изложенная в ее книге «Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!